до места осталось чуть больше четырех километров и тут на автобане реально глухая пробка наверное что-то там случилось в общем стоим ждем уже по правому ряду не надо вдруг там полиция дорого будет лучше же постоять именно так закончилось крайнее видео в котором был ну вот такой вот обрез истории непонятно куда поехали зачем поехали но как многие догадались комментариях мы действительно вернулись на авто экспо за по тем чтобы посмотреть синий mercedes потому как все другие рядом стоящие конкуренты но не просто вылетают в космос а мы из-за этого вываливаемся за бюджет да у нас остается время мы приехали засветло нам интересен этот автомобиль и именно поэтому мы к нему вернулись не потому что он внизу рынка он нифига не внизу рынка но это лучшее предложение на рынке по конкурентной цене хотя очень много было ну как не очень много но в моем понимании много было комментариев тому что это будет очередной раз volvo нет ребята это mercedes те люди которые хотят mercedes они не всегда соглашаются на volvo потому что mercedes это немного другой автомобиль это немного другая жизнь это это все по-другому и mercedes он более молодежный он более технологичный он другой он не такой как volvo итак друзья добрый день mercedes гли окончание истории поехали смотреть приехали мы снова в этот авто экспо и снова здорово та же песня машина в резерве извините хотя опять договорился наш дилер с тем чуваком на тот который должен был показать он уехал в 4 часа то бишь 20 минут назад его нету говорит ну окей приходите в понедельник сегодня пятница на минуточку я короче охреневший я пока не понимаю как посмотреть на фига мы летели сюда 600 километров снова для того чтобы нам ее снова не показали ну короче я пока охреневший я не понимаю что делать еще расскажу такая ситуация у меня впервые но в общем и дилер вроде бы поговорил с другим чуваком другой чувак говорит я ничего не знаю с кем договаривались с тем и общайтесь тут парень не выходит на связь в общем ну как то как то как то вот такая вот ситуация вроде бы она и не безвыходная с другой стороны я не понимаю что делать и короче залипаем мы здесь еще на выходные ко всему хотел добавить что машина в ценой более 40 тысяч евро здесь в германии и мы ее не можем просто даже посмотреть нам не дают ключи потому что она за каким-то ну не за каким-то я точно знаю за каким она хенглером в резерве но типа окей по нашим правилам раз зарезервировали значит приезжайте забирайте мы скинули всю карту недостатков если эта машина вам подходит то забирайте если не подходит то не забирайте вот такой блин подход какой-то вообще непонятно и причем говорят что если бы пришли с улицы то вообще не вопрос мы бы вам выдали ключи но извините эта машина в резерве показать мы не можем поэтому поэтому от либо покупайте ее так либо же либо же никак что вчера что сегодня просто жопа пока иду еще раз пообщаемся здесь важно отметить что на нашем пути попался русскоговорящий сотрудник и плюс был не в том что он знает русский язык а плюс был в том что он понимает менталитет плюс в том что он этот сотрудник понимает те проблемы с которыми столкнулись он понимает что такое автомобиль привезти в украину и скажу по секрету что она дала нам ключи буквально на 10 минут так чтобы быстро оперативно без камер мы посмотрели потому как я думаю что ей все равно убили бы мы этот автомобиль или нет но для того чтобы эта миссия закончилась успешной девочка улыбнулась и сделал нам это одолжение хотя она этого не должна была делать я предполагаю что те люди которые заправляют этой компании они не понимают русский язык но даже если они понимают очень маловероятно что они будут смотреть это видео даже если будут смотреть именно с этой целью я действительно покажу очень мало о осмотре этого автомобиля и уж точно без работника компании автоэкспо на севшем аккумуляторе она даже хорошо с учетом того что этот автомобиль продается больше месяца а здесь я слегка засполяю и скажу что перед тем как мы позвонили буквально сразу же до этого опустили стоимость на 2000 евро на этот автомобиль потому что не продавался больше месяца и своим проявленным интересом наш дилер зарезервировал этот автомобиль тем самым гарантированно отсек его от другого внимания а внимание к этому автомобилю было то есть на момент когда мы пришли люди также им интересовались но им точно так же как и нам было отказано потому что автомобиль в резерве я думаю что это сыграло нам на руку мне важно было достучаться до этого автомобиля и десяти минут мне хватило для того чтобы заглянуть его электрические блоки а это было важно потому что на тот момент у меня не было доступа к машине и для того чтобы понять нужен нам этот автомобиль дальше к осмотру или нет стоит ли на него обращать внимание нужно ли его ждать или же ехать к следующему ответ на вопрос таился после открытия дверей и севший аккумулятор тому подтверждение я имею ввиду того что машина это долго продавалась так звук выключить так машина значит их не достает а уже машина значит в принципе с подсевшим аккумулятором тоже запустилась она довольно хорошо ну как хорошо для севшего аккумулятора довольно хорошо то есть буквально полторы-две секунды она прочмыхала и все так окей то мы все просматривали плохо конечно что мы опять попали на этот автомобиль ночью дерево красота здесь нормально само себе не но не чищеная так 61 сервис был задний диск и грибин задняя резина с дисками правильно так будет сказано то да то да так тут нормальненько где тут эта грёбаная царапинка где она вот это наверно на левую из этой а я знаю что она полируется я не вижу чтобы она была крашеной плохо что нет панорамы значит задние колеса они все-таки с дисками так наверное колеса колеса когда диски я нащупал диски там есть сжалились над нами 10 минут нам дали для того чтобы посмотреть хотя это типа тупо против правил я наверно сейчас быстро подключаюсь по сиденью не закончила по сиденью я не вижу чтобы оно было стертое да ну там типа запиленное чуть-чуть джинсами и и да я не вижу чтобы оно было крашеное так тут нормально да 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 я читаю я в процессе наверно сейчас все-таки дочитаю хотел я крышу показать что она здесь вот такой легкий ударчик но здесь во-первых темно а вторых не видно я уже полазил посмотрел нифига не видно я лучше сейчас дочитаю тест и выдерну максимум недостатков про автомобиль для того чтобы хотя бы понимать что с ним делать дальше так значит ошибки я уже все почитал из активного маленький уровень топлива и просевший аккумулятор климат задний у нее есть хотя в спецификации нет это дополнительная опция ставилась так особо он не зачуханный очень очень неплохо было бы неплохо заглянуть какие тут диски кстати зимние они не почуханные ну вот такого вот состояния резина она конечно не новая но допилить сезон запросто хватит 32 неделя семнадцатого года нигде ничего не отнималось уже быстренько пробежался пока машина стояла это вот действительно как говорится из разряда вымученный вариант ну вымученный измученный выстраданный вот правильное слово потому как потому как да все классно нас уже выгоняют отсюда во мотор работает просто изумительно классно соплей у него нигде нету я уже пытался залазить мацать его сзади соплей у него тоже нет поэтому все что могло течь у него особо ну не течет было бы неплохо конечно загнать его на яму но я сейчас попробуем договорить а дальше у нас было два выходных дня и понимание что нужно решить задачку как посмотреть автомобиль снизу потому как было общее понимание что технический автомобиль очень неплохой по электрической части вопросам нет по кузову по салону вопросов нет но все равно машину снизу посмотреть надо ну хотя бы прежде всего для себя потому как еще впереди практически две тысячи километров пути не я конечно могу вас смотреть автомобиль снизу на коленках тем более есть специально для этого классные подлокотники приобретенные как-то по случаю нового коленники точно на коленники ладно пусть будут на коленники но дальше у нас была гостиница вот это вот кола грубо говоря вот здесь вот в автомате стоит 3 евро но на барной стойке вот это же кола стоит 2 евро неожиданно серединке никого нету ключи оставляю все и пипали и показываю что машина в принципе вся ровненькая вся нигде не по тряпинке нигде ничего как брали грязную так грязную и отдаем красота со всех сторон я сейчас делаю полный круг нигде ни одной царапинки ну в общем-то все полный бак заправили поехали закончились выходные и поехали мы добывать автомобиль как это часто бывает у других людей кто-то что-то забывает но я был уверен что со мной такого никогда не произойдет наконец-то ну тут уже как бы глубокая ночь но тем не менее все равно машину мы забрали брифы нам выдали большой маленький номера добыли но сложность заключается в том что машины которые на электричках они все-таки непредсказуемые когда сильно едешь они разряжаются в общем можно сказать что сегодняшняя затяжка это из-за того что нам везли номера на электромобиле вот поэтому так все оно получилось но тем не менее хорошо машину забрали машину даже спала снули единственное что содрали лейбу очень некрасиво а сейчас тут все равно фиг что будет видно я уже днем покажу содрали экологичную лейбу и теперь ее нет ладно сейчас где-то заедем на свет сфотографирую сделаю легкий ролик для заказчика потому что он целый день на 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 и жоге на иголках не знаю как правильно сказать вменяемой информации нет денег с утра отправили под вечер их только мне под вечер после обеда денег получили съездили за машиной забрали я еще поехал камеру меня осталось в гостинице заскочили пока обратно забрали телефон севший в общем съемок нет катастрофа караул понедельник одним словом что могу сказать нормальный понедельник понедельник день тяжелый как он часто у людей бывает а имеем предварительно сторгованный автомобиль до 40 тысяч евро это по цене брута по цене нет а это получается цифра 33 тысячи 600 евро разница между нет а и брута это забота нашей компании то есть мы играем со своими деньгами и человека сюда не впутываем для того чтобы он потом не ожидал от трех дней до двух месяцев как это бывает у немцев по выбиванию денег это наша забота мы этим занимаемся самостоятельно имеем неплохой автомобиль но не имеем возможности осмотреть этот автомобиль у хенглера продавца там на месте потому что смотровой ямы у них нету с точки рядом у них все заняты ранее я уже сталкивался с такой ситуации если вдруг кто не видел у меня опыт есть как действовать такой ситуации вот здесь вот я остану ссылочку для тех кому интересно можете посмотреть в подробности как это делается для тех у кого нет времени я расскажу сжато итак имеем с одной стороны хенглер продавец другой стороны хенглер покупатель хендер продавец заморочился сделал декру декро это технический документ который описывает все недостатки автомобиля как видимые так должны быть там написаны и невидимые недостатки вероятность того что хенглер продавец обманет хенглера покупателя в Германии. Ну, небольшая. На самом деле может быть, но маловероятно. Тем более хендлеры такого уровня. И, в общем, имея такой расклад, когда у меня есть понимание, что один гарантирует, что автомобиль будет очень классный, а второй говорит, окей, я перечисляю денег. А так как хендлер-покупатель играет в нашей команде, он перечисляет со своего расчетного счета сумму денег для того, чтобы мы смогли забрать этот автомобиль. При этом денег наличных я еще держу у себя. Мне машину надо осмотреть снизу, вот только поэтому я еще за него не рассчитываюсь. Но один верит другому, и у них это нормально. И не дай бог, немец-продавец обманет немца-покупателя, вот тот, кто покупает, он реально после этого останется еще в выигрыше. Поэтому, если где-то там есть какой-то залет среди немцев, и если у человека есть желание этим заморачиваться, а у нашего немца запросто ему дай кого-нибудь разорвать в полете где-нибудь чего-то кому-то доказать, кого-то денег выбить, это всегда запросто. Имея такой расклад, когда деньги заказчика еще находятся у меня на руках, мы принимаем решение того, что мы берем этот автомобиль, едем во Франкфурт, и во Франкфурте мы его уже будем осматривать где-нибудь на каком-нибудь СТО, который еще нужно найти по дороге, по пути следования во Франкфурт. После того, когда я найду СТО, осмотрю автомобиль снизу, я поеду и рассчитаюсь за этот автомобиль, и тогда мне уже выдадут полный пакет документов, и тогда уже будут и номера, и тогда уже будет все-все-все, для того, чтобы я дальше на этом автомобиле мог законно передвигаться. Первая парковка со светом, или при свете. Машину забрали. Поведение машины классное, мне все нравится. Здесь есть адаптивный круиз-контроль, которого не было заявлено. Он точно так же сам идет в направлении по движению. Этого тоже не было заявлено. А вообще мы сейчас в Lidl еду и спать. Вот наш красавчик. Так, надо закрыть эту штуку. Каждой ручкой. Каждой ручкой. Красота. Все четыре двери, это редкость. Искал я, искал я вот эту штуку, искал, 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 и нифига не нашел. Я вмятины здесь не вижу. То есть, видно какая-то легкая царапинка на крыше. Это да. Но вмятины я не нашел. А основной проблемой на день грядущий было все-таки найти СТО, где осмотреть автомобиль снизу. Все СТОшечки, которые были там плюс-минус 20 километров, они живут по записи. Ну, как-то так у немцев принято. И в этот раз нам не повезло. Но я понимаю, что на самый печальный случай можно запросто договориться на осмотр автомобиля в Тьюхаусе. Ну, в общем, сделать тихосмотр, пройти. Ну, это опять-таки записаться плюс один день. Пока ездим еще. Заехали на монтаж колеса поменять. И заодно сейчас парней попросим, чтобы приподняли автомобиль. Потому как... Потому как с СТОшками тут просто жопа. Сейчас переверну камеру. Вот стоит машина. Одно колесо уже сняли. И вот эти вот сейчас будут вешать. Ну, и заодно мы посмотрим. Сначала под каждым колесом. А потом я прошу, чтобы они подняли машину. Так. Ну, и сразу же, пользуясь случаем... Так, баллон хорошо. Тут замечательно. Колодок еще много. Ничего не развалилось. Все офигительно. Нигде ничего не течет. На машину. Ну, что ж, красота. С этой стороны. Все замечательно. Цены здесь очень... Такие приятные, лояльные. Всего лишь 60 евро шиномонтаж. Но в нашем случае проще. У нас колеса на дисках, поэтому с нас 30-ка. Я теперь понял, почему на этот шиномонтаж самая небольшая очередь. Во-первых, тут цена, ну, не знаю, как бы она адекватная для всех. Но дедушки тут пипец как медленно работают. То есть, вот мы здесь уже 20 минут находимся, а он еще не поменял одно колесо. Так, а что у нас тут сзади, сзади... Ну, нитки с баллона еще не лезут. Но такой он чуть-чуть уже потертый. Совсем чуть-чуть, но потертый. Так, а дальше что снизу? Так, там нормально. Колодок много, все, даю место. Пока там дядя Игорь идет. Сейчас мы зайдем с этой стороны. Ага, хрен, я тут не пройду. Ладно. Так, что у нас с этой стороны? Так, тут чистота, хорошо, слинблоки целые. Данки? Так, тут чистенько. Колодки здоровые. Окей. Парни пошли навстречу и на своем... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! ОК, один момент. Блин, автомобиль трохи. Так. Там сухо, единственное, что нифига не видно, но... Мерседес. Ага. Так. Тут нормально. Тут нормально. Ну да, чуть-чуть только подушки подтертые. Так он абсолютно классный. ОК, it's good. Я, конечно, трохи офигевший с этого СТО. Я обычно не ругаюсь, но тут просто пи***ц, когда машина, одна сторона пошла на другую сторону. Я имею в виду, правая сторона больше поднята, чем левая. Как у меня сердце стучит, это просто караул. Аж вылетает. У него там полуразломанный подъемник этот. Фух, ну опускается она уже вроде бы хорошо, но я чеканул я, честно, очень-очень. Машина, когда начала крениться, и я это вижу, и... Да, все нормально. Не, ну его нафиг, такие подъемники. Говорят, что у нас в стране херовые подъемники. Отвечаю, хуже подъемника в жизни я не видел. Это просто жопа. Он там на твердкой включает эти моторчики для того, чтобы они поднимались. Просто Алис. Я не знаю, как это сказать, но это просто жопа, парни. Жопа. Потом был процесс расчета, потом была регистрация, имеется в виду получение государственного номерного знака. Потом было получение экспортной накладной. И так прошел еще один световой день. Полный бак расчудесного дизеля. Где мы, чего мы? Это эс-изаправка, да? Эс-овского дизеля. И качанята на старт. Куда еще, непонятно, но будем стартовать. Вот это то, что называется по самой гланды. Сейчас я свет включу. Вот, 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 полнее уже просто некуда. И то, что рассказывают, что всего 90 литров в бак. Мы заехали сюда, даже лампочка не горела. И 90 еще влезло. Так что я думаю, тут соточка, 100 литров, как за здрасте. Продолжение следует... Дрезден, отоспавшись снова на парковке, здесь нету машин. Только машины те, которые служебные, те, которые местные. Зато выспались. Ну, у нас еще 900 километров до границы. Сорян, до Польши не так далеко. Мы в Дрездене. В общем, валим. Транглодит этот пожирает, ну, в среднем 9,5-10 литров на 100 километров дорогущей солярки. И причем мы, ну, особо не валим. То есть, ну, как не валим? 140 где-то. 103-140 километров в час. Ладно, едем дальше. Это пока Польша. Нам еще 400 с чем-то от километров до самой границы. Плюс переход, плюс таможня. А потом уже... А потом уже, надеюсь, родная земля и дом. А не влезло в 100 литров. Влезло всего лишь 82. Конечно, можно было бы еще пихать. Но, я думаю, этого топлива запросто хватит уже доехать до Киева. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Хотя нет, в Украине все равно будет заправка. Потому что отдавать человеку автомобиль с пустым баком, ну, вообще не комментирует. Но это уже будет на родной земле. Ох он... Я думал, он тебя сейчас собьет. Так близко проехал. В общем, сейчас будем принимать пищу на улице. И ехать дальше в сторону родного дома. Я, к слову, споймал себя на мысли на том, что это первый супчик за всю эту неделю. А то как-то, как Вова говорит, полуфабрикаты жуем. И нигде ничего нет. Ну, вот у поляков есть супчик на заправке. Правда, в середине кушать нельзя. Приходится быть снаружи. Когда везется шторная машина, имеется в виду с возвратом НДС. Она в любом случае становится в ряд с фурами. И вот это вот все действия спереди, сзади, фуры. Ну, грубо говоря, мы приехали в 5 часов вечера. Сейчас 2 часа ночи. И мы еще в Польше. То есть мы еще до Украины не доехали. В общем, предстоит у нас еще весело. Устал, хочу спать, но тем не менее, уже скоро родная земля. Проснулся, а тут уже снег валит. Хорошо, хоть на зимнюю резину переоделись. Что-то я давно уже... Ну, как давно? Ну, да, давно, потому что давно не ездили. Вернее, не так. За это время, вот за этот год у нас было мало поездок. Там что-то около десятка всего поездок в Германию. Вот такого длительного затора я не помню. То есть, ну, грубо говоря, стоим мы уже здесь. Приехали мы в 6 на границу. Ну, час уже начало. Короче, 15.09. 14 часов стоим железобетонно. И как-то... Бул. Как-то жутко. Еще до Украины, я не знаю, метров 600, наверное. Мы еще в Польше до сих пор стоим. Еще Украина впереди. Потом дорога. Я думал, при самых плохих раскладах я буду утром в Киеве. Ну, то есть, вот где-то сейчас. Оказывается, нет. Плодище где-то пошел. Ладно, не суть. Это так проснулся. Хочется зубы пойти почистить, а некуда. Посоветоваться тоже особо, хоть иди он под елочки. Там горшок только по два злотых, и то закрыто. Ладно. Терминал не то, чтобы забит. Он тупо переполнен. Понятно, почему не могли заехать. Потому что программа висит. Пропускная способность очень низкая. Плюс изменились условия подачи документов. То есть, раньше сам человек брал свои документы и шел. Сейчас поставили специально обученного гуся, который собирает пакет в 20 документов. И потом несет на блюдечке к таможеню. Так, в общем, пидористия. На мое мнение, очень сильно увеличило количество времени по проходу. И места свободного вообще тупо нет. Нигде. Мы практически возле выезда только припарковались. И то на стремном повороте. Если будет ехать фура, то особо мы и не вырулим. Ладно, сейчас пойдем еду добывать. Документы отдали. Ждем с моря погоды. Хер знает, что мы ждем. Но, я так понимаю, ждать. По сравнению с тем, что мы подождали, уже осталось недолго. Во всех этих моментах ожидания, тоскливо прежде всего само ожидание. Это ожидание идет из-за, ну, в общем, тупняка в Украине. Будем говорить откровенно. Но, несмотря на то, что за бортом сейчас минус 4, очень хорошо спасает Webasto. Просто божественно. Причем работает независимо. Есть ключ, нет ключа. Нажал, работает. Отпустил, не работает. Потребляет солярки немного, тихонечко. Продолжение следует... 18 часов грубо говоря без малого 18 часов мариновали нас на таможне и все из-за того что купит даже не то чтобы тупить украина а из-за того что проверяют все фуры подряд их все загоняют на рентген а с учетом того что пропускная способность въезд на регистрацию она небольшая и соответственно все сидят ждут с моря погоды пока ну пока фуры проедут нифига не закончится и пока проедут фуры в общем вот такой сюрприз от нашей блин таможни заехали уже на ридную землю вот сечера на кордон трохи на виспаные ла будем дивиться по шляху ну в общем мы уже на ридной земли целым ритм отъехали уже наверно километра 4 от заправки очередь в сторону государственной границы она все не уменьшается и конца края не видно и с горизонтом она сравнивается в общем сейчас посмотрим это все на въезд в польшу и и и и и и и и ровно заправка пипец ехали по трассе или остановились связано с тем что очень сильный гололед у нас еще 300 с хером километров пути так что будем ехать аккуратно думал быть к вечеру дома но реально понимаю что будем уже глубокой ночью будем ехать не быстро заледенела просто все ну и вот обледеневший так выяснили что вот тело которое поставила там автомобиль он где-то ну в общем повел ребенка повел ребенка в садик сейчас должен быть я на всякий случай подожду чтобы он убрал машину ну как минимум все равно какое-то несколько метров тормозного пути будет выиграно тут как раз из разряда типа типа бежит типа спешит да так вот тут как из разряда с девочками лучше полчаса подождать чем всю ночь упрашивать тихо 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 Вот и все, а ты боялась Вот и пришло логическое завершение истории этого Мерседеса Номера наконец-то получены Ну почему наконец-то? Потому что как всегда по чуть-чуть зависает база Но нет невыполнимых задач Всегда есть какой-то выход из положения В общем-то уже пора финалить Очередной заказчик реально доволен Он получил больше, чем он ожидал Это по факту То есть изначально были другие запросы Меньше мы пытались влезть в бюджет А по факту получилось больше Да, нет панорамы, но зато есть куча дополнительных плюшек В общем, все довольны Очередная история закончилась Ну а с вами был Николай Тарануха Киев, компания Одинавтор Всем удачи на дорогах Всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok